ПРОФИЛЬНЫЙ КОМИТЕТ В сетях распространялся слух, что Кыргызстан отдает в собственность России взлетно-посадочную полосу аэродрома. С опровержением на прошлой неделе потом выступили и российский МИД, и кыргызский Генштаб, что никакую полосу или другой участок на территории базы никто никому не передает. Просто Россия хочет отремонтировать взлетно-посадочную полосу. Намерена потратить на это 2,5 миллиарда рублей. После ремонта, согласно протоколу, право собственности на эти улучшения будут принадлежать российской стороне. Протокол об изменении в соглашении по авиабазе подписан еще в конце марта прошлого года. Однако в Джугурку-Кенеш на ратификацию он поступил только 18 февраля этого года. Согласно документу, Россия будет платить за аренду территории почти на 300 тысяч долларов больше. Потому что, как выяснилось еще ранее, российская сторона фактически использовала площадь на 58 гектаров больше, чем было указано в соглашении. Таким образом, если прежде ежегодно за аренду Россия платила Кыргызстану чуть больше 4,5 миллиона долларов, то теперь 4 миллиона 794 тысяч. Также протокол предусматривает и возможность использования на базе беспилотных летательных аппаратов. Беззин Кыргыз, республика Асануна. Россия ни одной стране не платит столько, сколько за авиабазу Кант Кыргызстану. Условия соглашения по авиабазе Кант намного лучше, чем у военных представительств России в других странах. Например, в Казахстане за один гектар Россия платит 2,5 тысячи долларов, а у нас более 5 тысяч долларов. Кроме того, если вдруг возникнет угроза террористической атаки, военная база будет задействована в мероприятиях по защите целостности и безопасности нашей страны. Извините, что показываю кыргызские новости без видеокартинки. Просто кыргызские новостные агентства постоянно закидывают меня жалобами, когда я беру кусочки их видео. Не знаю, почему они это делают, и только они. Не буду углубляться в этот вопрос. Перейдем к главному, к новости. А новость о том, что кыргызы наконец-то согласовали договор с Россией о том, что они увеличивают территорию авиабазы Канта и разрешают россиянам привезти беспилотники для использования. Не знаю, что они будут там использовать и для чего нужны россиянам беспилотники. Но хорошо от этого Казахстан точно не станет. Это лишняя угроза военная со стороны России, с южных рубежов к нашей родине. Особенно не радует тот факт, что близко находится наш главный южный мегаполис, город Алматы. Но на эту тему я делал много видео, на моем канале они есть. Если кому интересно, можете посмотреть, поискать. А сегодня я хотел бы поговорить о другом. Кыргызский чиновник в прямом эфире озвучил самую интересную новость. Не знаю, от казахстанских чиновников, ни от нашего президента господина Тукаева, ни от Назарбаева, ни от министров обороны. Я никогда не слышал этих цифр, сколько платит Россия за использование ракетных полигонов в Казахстане. Кыргызский чиновник с гордостью заявил, что кыргызы получают в два раза больше, чем казахи. Кыргызы получают пять тысяч долларов за гектар, а казахи получают две с половиной тысячи долларов за гектар. Но на самом деле ни казахам, ни кыргызам гордиться тут нечем, потому что кыргызы тогда получают 50 центов за квадратный метр, а казахи получают 25 центов за квадратный метр. Не ахти, какие большие деньги, надо сказать. Но и самое главное, что хотелось бы подчеркнуть, о чем умолчал кыргызский чиновник, о том, что ракетные полигоны Казахстана никак не угрожают другим нашим соседям, ни узбекам, ни кыргызам, ни таджикам, ни туркменам. Полигонами надавить, шантажировать наших соседей никак не получится. А вот кыргызы теперь могут шантажировать всех своих соседей присутствием российского военного кулака, ударной группировки, теперь еще и с беспилотниками. Конечно же, за такую услугу, товарищ господин Путин будет платить в два раза больше, чем казахам. Это, безусловно, логично и понятно. Единственное, за что мы можем поблагодарить кыргызских чиновников, это за то, что они, наконец-то, публично, официально озвучили нам, казахстанцам, сколько мы, казахи, сколько наш казахстанский бюджет получает от России за то, что они используют нашу территорию в качестве ракетных полигонов. 25 центов за квадратный метр. Короче, сказать, если честно, ничего мы не получаем за это, но имеем кучу проблем. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово и до новых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...